Азов Инфо Спорт 13 девушек, девочек и 33 мальчика и юноши. Хотелось отметить наших опытных спортсменов, участников. Это Звоничковская Ивана, Борскова Полина, Биби Константина, Резниченко Викторию, которые уже не раз побеждали в этих турнирах. Первенство города Азова, оно тренировочный этап к первенству Ростовской области по Белой Аде, которая пройдет в городе Азов с 9 марта. И там как раз примет участие наша команда первой школы, в которой уходят Звоничковский, Иван Калмычик, Эвелина, Борскова Полина, Биби Константин. Я думаю, что им в силах побороться за первое место. Ева не принимала участие в первенстве города, зато играет сейчас в чемпионате города среди мужчин. Показывает отличную игру, выиграла у семикратного чемпиона города Азова Борскова Александра. Имеет 4 очка из 8, это великолепный результат. Надеюсь, что на дальнейшие ее победы. В Азове возрождается традиция занятий ледовыми видами спорта. Благодаря морозной погоде в нашем городе удалось организовать два катка. Несмотря на все неудобства, связанные с приходом зимы в наш регион, у этого сезонного явления есть и обратная сторона медали, которая отливает золотом предстоящие Олимпиады. В нашем городе появились сразу две ледовые площадки, которые готовы принять всех любителей покататься на коньках и просто весело провести время. По поручению города Сергея Лениныча Бездольного в 2013 году была начата заливка катка. Так как пришли в город, наша теплая погода приостановилась. А вот с приходом холодов в наш регион, в город, мы возобновили заливку катка, в частности на этом стадионе и в 11-й школе. Всех желающих приглашаем, детей сюда, в 11-ю школу. Это, кстати, 11-я школа, и учителя физкультуры 11-й школы очень молодцы, помогли, все это совместно сделали. Это первый каток в 11-й школе, как бы, среди школы. Очень радует, что они проявляют такую инициативу. В 11-й школе баскетбольная площадка благодаря учителям физкультуры и нехитрым манипуляциям с водой и морозным воздухом практически сразу превратилась в излюбленное место учеников школы. Когда спорткомитет начинал на стадионе имени Лакомова, там они организовали, погода помешала, не получилось до конца все это дело сделать. А сейчас они с инициативой выступили, но у нас очень хорошие здесь учителя физкультуры, очень хорошие ребята. И они к этому вопросу подошли с пониманием, позвонили мне, я пришел. И вот получилось у нас совместными усилиями, все вместе организовали такое хорошее делать. Приглашаем всех желающих сюда кататься, каток у нас бесплатный. Докануне открытия Олимпиады мы решили сделать свою маленькую Олимпиаду. Я знаю, что еще по опросам ребятишек, о том, что они очень, наши горожане, мечтают о настоящем ледовом дворце, катке. Поэтому сегодня маленькая вещь такая осуществилась. Конечно, уже в субботу, в воскресенье здесь было очень много школьников. И мы очень-очень благодарим наших депутатов, которые помогли осуществить ребятишкам мечту. Александр Истомин, Азов.Инфоспорт Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова